Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корнакова Юлия, и мы вновь с вами встретились в музейно-восточном комплексе Тульские древности. Сегодня мы с вами будем делать вот такую куклу. Называется эта кукла Крестец, собственно, по самой структуре ее изготовления. На самом деле, несмотря на то, что эта конструкция очень далека от того образа куклы, который сформировался у нас уже, у современных людей, но, тем не менее, это одна из самых древних и одна из самых, можно сказать, разнообразно используемых кукол. Пока я готовилась к мастер-классу, прочитала очень много разной информации. По одной из этих информаций куклу использовали девочки, когда играли в дочки-матери. То есть, это кукла-мальчик, одна из немногих кукол, изображающих мужской образ. И девочки использовали эту куклу в игре в дочке-матери, как именно мужскую куклу. Также, по другим версиям или возможностям этой куклы, куклы эту использовали еще как заместительную куклу. Дело все в том, что делали эту куклу на святки, под крещение. И в течение святочных дней многие молодые люди, девушки, парни, рядились, были ряжеными, ходили, каледовали. Так вот, пока они были ряжеными, они могли накликать на себя влияние нечистой силы. И поэтому на крещение, в ночь на крещение, когда вся вода становилась святой, им нужно было обязательно окунуться в проруби. И вот прежде чем окунаться, они делали такую куклу, причем интересно, что куклу такую делали и девушки, и парни, и вставляли ее в сугроб, рядом с прорубью. Считалось, что в тот момент, когда парень окунается, та нечистая сила, которая могла к нему прилипнуть за эти святочные дни, уходит и покидает его тело, покидает его душу. И вот чтобы она не вселилась в никого другого, вставили вот эту куклу, чтобы она своими яркими вот этими ленточками, ярким образом привлекла эту силу, да, и силу эта вселилась, собственно, в куклу, а не в какую другую живую такую вот душу. Конечно, после вот этого омовения, да, куклу эту брали, и куклы эти все сжигали. То есть, если вдруг там что-то появилось такое плохое, то чтобы оно было сожжено и очистилось на костре, да, вот этим огнем. То есть, вот тоже вот такой интересный вариант, интересный такой даже как бы оберег. Ну, а на самом деле вот эта конструкция, она может быть использована в разных куклах, да, самого вот этого креста, перекрещенные палочки. А вот перед нами, как я уже сказала, мужской образ, делали еще купавку куклу, да, это уже женские образы, делали также еще на троице, на зеленой святке куклу-русалку. Она представляла собой приблизительно тот же образ, только вот ленточки были не красными, а голубовато-зелеными в цвет воды. И на голове были не просто волосы, а плелась целая такая девичья коса. Ну, а для того, чтобы сделать эту куклу, кукла достаточно простая, нам потребуются две палочки. Вот, я тоже их приготовила. Извините. Нам потребуются разноцветные лоскутки. Лоскутки преимущественно лучше брать красных, розовых цветов, да, таких, но можно разноцветных, чтобы они были более яркими, да, если мы будем делать как бы такую заместительную куклу. Затем, да, кстати говоря, вот вместо вот этих вот лоскуток в ткани можно использовать ленточки. Но мне кажется, все-таки, так как образ достаточно архаичный, с ленточками он смотрится очень декоративно, да, вот как-то нет вот той историчности как бы этой куклы. Поэтому мне больше нравится использовать именно вот такие тканые лоскутки, тканые полосочки из ткани, а причем желательно их даже не резать, а вот именно разрывать. И для того, чтобы сделать голову, да, вот эти волосы, нам нужно будет или кусочек лыка, лыка мы можем сами купить в хозяйственных магазинах, в виде вот такой мочальной кисти. Или же можно использовать еще вот такой джутовый жгут, или же льняные обычные разные нитки. Можно даже не льняные, да, чтобы они были таких натуральных оттенков, черных, коричневых и так далее. И, конечно, нить, раз у нас кукла как бы такая более обереговая, то нить мы берем красную. Начинаем мы с того, что нам нужно сделать саму крестовину. Мы берем две палочки, вот сама кукла у меня сделана из березовых веточек, сейчас мы будем делать куклу из кленовых таких от веточек. И мы делаем крест, да, вот перекрещиваем, перекладину, отступая как бы одну треть отверху и две трети оставляя внизу. Да, ну и пополам вот эту, собственно, горизонтальную веточку пополам делим. И начинаем вот так крестообразно, да, ее потуже притягивать. Вот с одной стороны, да, как бы диагонально такие, с другой стороны. Но чтобы она у нас не съехала, лучше еще закрепить ее вот сверху, сделать несколько витков и снизу сделать несколько витков. И еще даже можно, чтобы еще лучше закрепить между вот этими вертикальной и горизонтальной палочками, да, тоже потуже, потуже, несколько раз пропустить нитку. Таким образом она у нас закрепится более туго и не будет съезжать никуда. Так, закрепили. С обратной стороны мы завязываем. Делаем два или три узелка, не меньше двух узелков. Но вот считалось, когда делали народную куклу, да, что лучше сделать нечетное количество узелков. То есть получалось у нас, получалось у нас вот такой вот, как бы, крест, такая крестовина. Теперь нам нужно навязать на этот крест различные полосочки. Я вот приготовила различные кусочки ткани. Среди них и красная. Полосочек желательно делать на каждой стороне нечетное количество. Конечно, в древности все это разрывали без надрезов ножницами. Но так как мы уже давно отвыкли работать руками, поэтому все-таки без надрезов я, конечно, ткань не оторву. Делаем надрезы. И завязываем. Можно завязать обычным способом, да, можно завязать, вот как мы с вами завязываем, обычным узлом. А можно завязать вот таким образом. Мы складываем ткань, кусочки ткани пополам. Получается у нас петелька. Эту петельку с одной стороны фиксируем, придерживаем пальцем. Обматываем ее, как бы, вокруг палочки. И концы протягиваем через вот эту петлю. И тоже получается у нас вот такая. Вот таким образом. Можете, как вам интереснее, как вам больше нравится, так можно и сделать. Да, вот мне, например, больше нравится делать такие петельки. Когда мы делаем, вот именно вторым способом, да, когда мы пропускаем через петельку, главное запомнить, с какой стороны мы пропускали, чтобы кукла все-таки у нас была красивая, с какой стороны у нас была петелька, с какой стороны у нас были кончики. Чтобы они были и смотрелись одинаковыми. И, конечно, следить за тем, чтобы ткань не переворачивалась и была такой красивой и цвирной. Так, красную вот добавили. Мне вот хочется еще такую синюю полосочку добавить. Она тоже с красивыми красными узорами. Вторая. Мне кажется, все-таки вот эти махринки по краям наших полосок, они тоже придают какую-то такую особенность нашей кукле. Я бы сказала, даже старинность, может быть, даже рукотворность какую-то. Так, вот получилось, что я красные лоскоточки привязала с одной стороны, да, а синие с другой. Надо перевязать, чтобы такого не получилось все-таки. Значит, вот с этой стороны я делала. Вот теперь пицца. Теперь обратите внимание, вот на этой перекладнике с этой стороны лоскоточки повязаны одинаково, а вот с этой стороны по-разному. То есть нам надо все-таки, чтобы они были приблизительно одинаковые, одинаково завязаны. Вот так. Мне удалось поймать наш узелок. Нужно оранжевую, например, вот такую. Можно, например, среди, если вы хотите, чтобы образ был более декоративным, можно среди вот этих лоскуточков, полосочек сделать, добавить ленточки просто. У нас уже по три ленточки с каждой стороны. Желтый тоже с красными узорами. Вот по некоторым источникам этой кукле более двухсот лет. То есть это считается одни из самых древних кукол, одни из самых первых кукол, которые делал человек. И считается, что у самой древней куклы тоже была заместительная функция, как у нашего крестца. Считалось, что когда-то очень давно жертву одному из славянских богов приносили женщин. И когда однажды многие женщины были в племени уже преданы и остались практически последние женщины, то сделали куклу, решили пожалеть свою женщину, сделали куклу, которую принесли в жертву этому богу. Таким образом были спасены, был спасен практически род человеческий и судьба женская тоже стала намного легче. Ну и последнюю я привязываю. То есть получается у меня пять ленточек с одной стороны и пять ленточек с другой стороны. Вот обратите внимание, особенно с этой стороны видно хорошо, что здесь все и с этой стороны, все они завязаны одинаково в одну сторону. Теперь нам нужно сделать как прическу нашей куклы. Мне вот хочется сделать прическу не из ниток, а из лыка. Вот у меня небольшая щепотка лыка. Волосы нужно делать не очень длинными, потому что все-таки у нас мужчины, несмотря на то, что мужчины тоже носили в то время длинные прически. Но и в то же самое время не совсем короткие, потому что нам нужно будет все-таки их закрепить. Мы берем просто вот кусочек, щепотку такой лыка, обрезаем его до нужной длины, сворачиваем пополам, распределяя на веточки. И закрепляем ниткой. Даже мне кажется, вот у меня длинновато получилось. Щепотка. И делаем как бы ему такое отщелье с красной ниткой. Обматываем повыше. Да, вот моточки кладем ровненько рядышком, чтобы было именно имитация как бы такого вот отщелья. И завязываем с обратной стороны. Затем немножко расправим, чтобы было видно все-таки, где у нас лицо, лицевая сторона куклы. Все, наша кукла готова. Кукла-крестец. Куклы, которые делали на святке, собственно, сейчас и идут в святочные дни. С Рождества до Крещения. Или накануне Крещенского вечера Крещения. Спасибо вам большое за внимание. Я жду вас снова в гостях в тульских древностях. Спасибо.